Всё плывёт. Большая волна Талых Вод, Солонешная, как и другие сёла региона, накрыла внезапно. Буквально за пару минут автомобильные дороги превратились в речные каналы. В воде оказались жилые дома и приусадебные участки. Некоторые огороды заболочены до сих пор. В домах стоит запах тины. Затопило дом, по ограде река бежала, по унесло там дрова, пиломатериал, позатопило технику. В избе вода была. Сейчас в домах и на приусадебных участках нужно провести дезинфекцию, убить микробов и опасных паразитов. И это, говорят специалисты, не рекомендация, а необходимость. Вода у нас с вами заполняет всё. Вода заполняет какие-то скотомогильники, заполняет кладбище. Вода идёт отовсюду. То есть там присутствует очень много кишечных инфекций, скажем так. Очень много палочек разнообразных. Что может вызвать? Вы прекрасно все понимаете, что это может заболевание массовое вызвать. Для того, чтобы избежать массовой вспышки инфекционных заболеваний, в Солонешинский район фонд Александра Прокопьева направил грузовик с гуманитарной помощью. В том числе десятки коробок с так необходимыми сейчас дезинфицирующими средствами. 600 килограммов обеззараживающих таблеток хватит всем, кто попал в зону подтопления. Дезинфицирующего средства, что я думаю, где-то на 600 домов получается. То есть посмотрим, если у нас в пределах как раз вот этого в зоне подтопления людей, значит, было 600 домовладений. То есть это вот, я думаю, достаточно будет. Кроме того, людям привезли матрасы, подушки, одеяло, постельное белье и воду. В первую очередь помощь получают пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи. Буквально за несколько часов все спальные принадлежности пострадавшие забрали домой. Спасибо. До свидания. Гуманитарная помощь в Солонешинский район продолжает поступать. Жители нуждаются во всем. Сейчас от Красного Креста здесь ждут продуктовый транш. Евгений Флохотин, Сергей Даровских, Андрей Сегаев. Наши новости.